Коллеги Александр Бакаев нам сегодня согласился рассказать интересный доклад. Теперь мы не только ботаников и полинологов слушаем на нашем семинаре, но вот еще и палеоихтеолог пришел к нам в гости. Мы с огромным интересом ожидаем его рассказы, кто же и как ел наши объекты. Ну что у нас? 12.00, наверное, можно и начинать. Пожалуйста. Итак, всех приветствую. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Ну что ж, разрешите представить вашему вниманию мой доклад. Тема, собственно говоря, написана, и это, конечно же, растительная ядность. В первую очередь доклад будет посвящен, конечно же, палеозою, несмотря на то, что растительная ядность возникала в совершенно разных линиях позвоночных, множество раз совершенно независимым путем. Тем не менее, все-таки попробуем поговорить именно, на мой взгляд, на самых интересных и самых проблемных вариантов, так сказать, достижения фитофагии. В случае с позвоночными это, конечно же, палеозой. Думаю, что не открою Америку, особенно для своих позвоночных коллег, которые, собственно говоря, тоже к нам прислушиваются. С моей точки зрения, было бы интереснее сделать некоторые проблемные обсуждения, потому как, как правило, специалисты по позвоночным, которые изучают, собственно говоря, растительноядных позвоночных, не очень контактят с ботаниками, потому что из всех исследований по растительноядности среди позвоночных, я, пожалуй, что не видел вообще ни одного, в котором был участвовал палеоботаник, в котором палеоботаник мог бы сказать свое веское слово и попытаться помочь установить четкую связь между тем животным, который, соответственно, потреблял растительную пищу, и конкретными пищевыми объектами. Не просто абстрактную растительность какую-то там, а вполне конкретное растение, что, конечно, как правило, позволяет специалистам-позвоночникам совершать некоторые инсинуации по части того, чем же питались их изучаемые объекты. И, собственно, здесь один из наиболее необычных растительноядных позвоночных животных – это растительноядный крокодил. О них мы чуть попозже поговорим чуточку более подробно. Ну, а пока следует сказать, что же такое фитофагия. Фитофагия – это, скажем так, трофическая специализация, при которой животные в первую очередь питаются растительной пищей, ну, скажем так, в основном. Точного и очень четкого, скажем так, определения фитофагии, к сожалению, нет. Более того, даже среди современных животных достаточно сложно бывает жестко установить именно такую трофическую специализацию у живого существа, потому как, скажем так, для обработки растительной пищей могут использоваться принципиально непохожие друг на друга системы. Ну, как, например, наши с вами зубы, которые мы можем вполне эффективно использовать для того, чтобы поедать растительную пищу, совершенно не похожи на зубы, допустим, жвачных животных, не похожи на зубы, например, слонов, и при этом, конечно же, ключевым образом отличаются от клювов растительноядных птиц. То есть, грубо говоря, для того, чтобы поедать растительную пищу, можно использовать, ну, очень сильно отличающиеся друг от друга системы. Во-первых. Во-вторых, казалось бы, на современных животных легко установить, питается ли животное растительностью, просто покопавшись у него, скажем так, в кишечнике или в желудке. Ну, промыв желудок или вскрыв, найдя там растительные остатки, вроде бы можно сказать, что да, в пищу растительный, так сказать, материал употребляется, но то, что он оказывается в желудке, вовсе не указывает на то, что именно этот пищевой объект пытался употребить пищу животное. Очень часто вместе с животной пищей потребляется случайно пища растительная. Ну, или, допустим, при употреблении гентоса или детрита. Очень часто в желудок животного попадают различные растительные остатки, которые, собственно, могут быть там найдены следователем. То есть, скажем так, даже для современных животных жестко установить растительную явность – это очень и очень сложно. Поэтому для палеонтологических изысканий установления растительной явности животного – это, извиняюсь, седьмая вода на кисении, вилы не по воде писано. Что тут поделать? Ну, а вообще, каким образом можно установить растительную явность того или иного животного? Ну, тут, собственно говоря, есть два больших пути. Первый путь – это посмотреть на содержание его желудочно-кишечного тракта, ну, или на содержание, так сказать, изверженное из желудочно-кишечного тракта. То есть, в широком смысле это бромолиты. Самое, конечно, популярное – это капролиты. Изучение капролитов мезозойских животных довольно неплохо развит, и у многих динозавров там действительно найдены вполне конкретные растительные остатки, которые иногда даже умудряются более или менее точно определять. В то время как у палеозойских животных, к сожалению, капролиты изучены несколько хуже, и растительные остатки там практически никогда не обнаруживаются, ну, хотя бы такие, которые можно было действительно хотя бы как-то определить. Что, конечно, оставляет некоторую проблематику. Тем более, что капролиты, которые встречаются относительно часто по сравнению с другими типами бромолитов, достаточно сложно соотнести с самим животным. То есть, грубо говоря, этот объект для того, чтобы реконструировать фитофагию определенного животного, использовать достаточно сложно. Другое дело – это, собственно говоря, изучение ротовой полости и, соответственно, челюстной системы животного. Вообще, следует отметить то, что растительные корма, корма вообще в широком смысле, очень и очень широко распространены, потому что растения, как мы знаем, автотрофы, это продукценты, поэтому биомасса у них просто гигантская. Но, с одной стороны, малопитательная, с другой стороны, достаточно сложно расщеплять. То есть, здесь как раз представлена целлюлоза. Целлюлоза, как мы знаем, это часть клеточной стенки растений, это сложный полисахарид, очень устойчивый к самым разнообразным воздействиям. И поскольку мы говорим не просто о всех животных, а именно о позвоночных, то сразу следует отметить то, что у позвоночных нету специальных ферментов, то есть, например, целлюлазы, которые позволяют, собственно, саму целлюлозу расщеплять на простые сахара. Таким образом, для того, чтобы позвоночное животное могло питаться растительной пищей, особенно если мы говорим про пищу жесткую, ему, конечно, необходимы симбионты. Как животное приобретает симбионтов, мы, к сожалению, до сих пор не знаем. Предполагается такой вариант, то, что симбионты, позволяющие расщеплять целлюлозу, попали в желудочно-кишечный тракт позвоночным, благодаря тому, что их предки питались какими-то беспозвоночными. Известно то, что беспозвоночные начали питаться растительной пищей раньше, чем, собственно, позвоночные животные, и у них, соответственно, симбионты в желудочно-кишечном тракте появились значительно раньше. Поэтому, поедая, допустим, какой-нибудь растительноядное насекомое, позвоночное животное как бы встраивает в свою микрофлору симбионтов этого беспозвоночного, ну, например, чинистоногого, какого-нибудь насекомого. Так что симбионты, те, которые, собственно говоря, обитают у современных, например, растительноядных животных в желудочно-кишечном тракте, это в основном, скажем так, подарки от их бывших жертв, от каких-то беспозвоночных, которыми они ранее питались. Еще один путь, это, собственно, тот путь, который использует, например, человек, питание такими частями растений, в которых целлюлозы просто-напросто минимальное количество. Ну, например, семенами или фруктами, потом подобные вещи, в которых минимальное количество целлюлозы. Тогда, собственно, для расщепления растительных клеток не настолько необходимы специальные ферменты. Ну, чем мы, собственно говоря, и пользуемся, в основном питаясь, в принципе, растительной пищей. Если мы говорим о обработке растительной пищи, то надо сказать то, что условно ее можно подразделить на три этапа. Первый этап – это, собственно, отделение какого-нибудь пищевого куска либо от субстрата, либо от всего остального растения. То есть, грубо говоря, это либо, допустим, соскребание каких-нибудь водорослей из камней, либо это откусывание листьев. Все это производится с помощью зубов, которые находятся, как правило, в передней части морд. Ну, вот в случае с жвачными животными, которые, как мы знаем, являются наиболее эффективными фитофагами, используются, собственно говоря, эльцин. Затем следует механическая обработка, это дробление и перетирание растительной пищи. Как правило, для этого используются коренные зубы. Вот здесь они как раз тоже обведены. Это, как правило, происходит все именно в ротовой полости, но бывают исключения, как мы знаем. Например, птицы и также другие диапсиды активно используют так называемые гастролиты. То есть, они проглатывают камни, которые затем находятся у них в мускульном желудке. И как раз с помощью камней, поскольку зубов, например, у птиц нету, измельчают какие-то растительные остатки, перетирая их тоже механически, но не в полости рта, а уже, собственно говоря, либо в зубу, либо в звуке. Ну и, конечно, третий этап – это, собственно говоря, ферментация. Ферментация, как мы уже сказали, этап самый сложный, поскольку он требует симбионтов. Вот, например, жвачные животные для того, чтобы эффективно использовать симбионтов, себе, скажем так, отрастили четырехкамерный желудок. Как видите, у коровы он просто гигантский, при том, что и кишечник тоже очень длинный, что позволяет лучше усваивать относительно бедную питательную вещества и нарастительную пищу. Ну, конечно же, самое интересное – это желудок. В разных его разделах находятся разнообразные симбионты, выделяются кишечные соки, извиняюсь, желудочные соки и так далее. В принципе, мы на этой теме более подробно останавливаться не будем, просто отметим то, что ферментация – это процесс очень важный, но, к сожалению, в палеонтологической летописи, разумеется, мы про ферментацию ничего сказать не можем. Можно попытаться проанализировать, опять же, вышеупомянутые бромолиты, то есть посмотреть на покаменелые остатки содержания желудочно-кишечного тракта, но, скажем так, это позволяет получить некоторые лишь совсем уж косвенные данные, поэтому, к сожалению, именно про то, как происходила ферментация у различных древних животных, мы практически ничего сказать не можем. Ну, разве что, если, допустим, у животного реконструируется очень объемное брюхо, можно сказать, что да, скорее всего, там находился объемный животок, объемный кишечник длинный с петлями, и, соответственно, это животное тоже было растительноядным. Но это исключительно, скажем так, косвенные данные. Конечно же, основная часть данных у палеонтологов по части фитофагии выходит из ротового аппарата, исследуемых животных. Ну и сразу можно сказать то, что лучше всего проблема фитофагии исследована, как ни странно, у сухопутных позвоночных, таких как, в частности, тетропода. У тетропод точно известно то, что первое растительноядное животное появляется в конце каменноугольного периода, вот действительно примерно 310 миллионов лет назад. И следует отметить, что это происходит, во-первых, когда появляются первые амниоты, то есть, грубо говоря, рептилии, а также, когда эти самые рептилии разделяются на два размерных класса. Дело в том, что мелкие рептилии практически никогда не бывают растительноядными. Среди рептилий, даже, допустим, среди современных, растительноядные животные бывают относительно более крупными, чем животные всеядные, насекомоядные или хищные даже. Ну, например, зеленая игуана, которая активно питается растительной пищей, значительно большее большинства остальных ящериц. В принципе, это справедливо и для поля Азоя. Поэтому для, скажем так, более точной реконструкции были выделены три блока. Блок водный, блок субдоминантный и доминантный. Субдоминантный – это относительно мелкие животные, но грубо, чтобы поставить какую-то раздельительную линию, животные меньше 15 килограммов веса. То, что больше, это, собственно говоря, доминантный блок. И как раз именно представители доминантного блока являются первыми растительноядными позвоночными. Вот, собственно говоря, водный блок. Ну, это, как правило, какие-то крокодилоподобные позвоночные животные, если мы говорим уж про тетрафод, то есть про четвероногих, которые действительно обитали в воде. Субдоминантный блок – это животные относительно мелкие, ну и доминантный блок – это животные крупные. Вот здесь, например, показаны на странцерии, которые как раз тушат растительноядного палеозавра. Для доминантного блока как раз очень характерно, как правило, пара – это крупные растительноядные животные, крупные же хищники, которые на него охотятся. Причем, несмотря на то, что конкретные представители этих доминантных блоков очень часто в палеозавре менялись, тем не менее, связь между крупным хищником и крупного растительноядным животным все равно сохранялась. Ну и одними из первых растительноядных тетропод были так называемые диадекты. Обратите внимание на то, что у этих древних животных уже, собственно, в конце карбона и начале перни появились дифференцированные зубы. Мы с вами ранее сказали то, что важно с одной стороны отделение объекта питания, от субстрата или, собственно, остальной части объекта, а также его перетирание. Вот здесь как раз наблюдается дифференцировка. Это инцизивы, то есть тресцеподобные зубы. Это маляры, то есть зубы, грубо говоря, жевательные. Видно то, что вот это тресцы, которые напоминают по форме голоту, это, собственно, жевательные зубы. Они относительно напоминают зубы млекопитающих и для них, кстати говоря, характерна настоящая окклюзия. Что такое окклюзия? Это, собственно говоря, смыкание зубов. Плотное, когда зубы, грубо говоря, притираются друг к другу, благодаря чему позволяют более эффективно перетирать, более эффективно измельчать, в том числе и растительную пищу. Вот у нас, собственно говоря, есть настоящая окклюзия. В то время как у большинства, особенно древних хищных животных, ее нет. Ну, например, вспомните, когда щуку или крокодил, прикус крокодила, отдельные кулышкообразные зубы, которые ходят друг между другом, в то время как друг на друга они не опираются. Вот диадекты еще в конце карбона впервые как раз обзавелись подобными достаточно сложно устроенными зубами. Скорее всего, они пришли к подобному дифференцированному зубному ряду не, конечно, за короткий срок, но, тем не менее, в конце карбона они появляются уже вот с таким вот сложным дифференцированным зубами, которые позволяли явно относительно эффективно пережевывать растительную пищу. Но также на примере диадектов следует обратить внимание на то, что если зубы у них выглядели относительно продвинуты, относительно совершенно, потому что у них действительно есть резцы, есть жевательные зубы, как у современных животных, тем не менее, они не могли эффективно жевать. Их челюстной сустав был устроен довольно примитивно, он исключал какие-либо продольные или горизонтальные движения. То есть диадекты не могли сделать вот так. То есть, грубо говоря, двигать свои челюсти вперед-назад и вправо-влево. Они могли только открывать и закрывать рот. Благодаря чему, несмотря на то, что действительно перемалывание пищи у них было относительно эффективным, тем не менее, оно было гораздо менее эффективным, чем у значительно более поздних растительно-ярных животных, таких как, например, жвачные млекопитающие. Также одними из первых были козеиды. Козеиды пошли по немножко другому пути, нежели диадекты. Диадекты развили для себя достаточно сложно устроенные дифференцированные зубы, в то время как зубы козеид значительно проще. Обратите внимание, что их маргинальные, то есть челюстные зубы, это вот такие лепестки. Очень, кстати говоря, характерно для очень многих растительно-ядных животных. Именно такое строение зубов. Они не просто резцевидные, как, допустим, у нас с вами, они еще и несут некоторую зазубренность, то есть дополнительные вершинки. В итоге они плоские, напоминающие собой лепесток. И это характерно не только для козьи, как мы увидим в дальнейшем. При этом нормальных перетирающих зубов у них практически не было. Было некоторое зубление на небе, которое, наверное, тоже участвовало в хотя бы какой-то сильно много, но вряд ли помогало, поскольку снизу-то был мягкий язык, он тоже мог быть достаточно прочным, роговевшим, но не настолько, чтобы хорошо перепирать грубый растительный корм. Поэтому для козьи реконструируется питание относительно мягкими растительными кормами. Вот здесь как раз на реконструкции видно то, что козе плывет и собирает какую-то растительную пищу. Ну, как известно, водоросли в принципе имеют меньше механических тканей, чем сухопутные растения. Поэтому возможно, что такие животные с несовершенной именно жевательной системой питались действительно мягкими водными растениями. Также обратите внимание на то, какие они извиняюсь, толстые. То есть, грубо говоря, они вместо эффективного перетирания, эффективной механической обработки решили устроить относительно эффективную ферментативную обработку. Видимо, при таком объемном, собственно говоря, теле они явно очень долго переваривали эту растительную пищу с помощью вышеупомянутых симбионтов, что позволяло им хотя бы как-то решить проблему усвоения и переваривания растительной пищи. Примерно по такому же пути шли эдафазавры. У них тоже не было эффективных жевательных зубов. Зубы у них были примерно такие же, как у козьид, причем и те, и другие в принципе достаточно относительно близкие родственники, особенно если с диадектами, потому что и козьиды, и эдафазавры это синапсиды, в то время как диадекты это анапсиды, более примитивные, скажем так, лепилии, если говорить привычный для нас термин. Эти как можно относительно эффективно перерабатывать пищу. Дело в том, что растительная ядность более эффективна для крупных животных, скорее всего потому, что симбионты могут существовать только в достаточно узком промежутке температур. Скажем так, если мы берем для примера допустим современных растительная ядных черепах, например черепах среднеазиатскую, их нельзя переохлаждать, потому что если их переохладить, то внутри желудочно-кишечного тракта у них начинается натуральное ображение, потому что симбионты не могут эффективно расщеплять клетчатку при понижении температуры. Но как мы знаем, при падении температуры на 10 градусов эффективность всех химических реакций падает 2-4 раза. И для ферментов это, конечно же, тоже вполне себе справедливо. Поэтому для растительная ядных животных важно поддерживать постоянную температуру тела. эдафазавры это делали достаточно эффективно, потому что на спине, например, у них находился вот такой грейбин, который, скорее всего, использовался для терморегуляции, чтобы животное могло относительно постоянно сохранять тепло своего тела. Плюс как мы знаем линейные размеры животного это, грубо говоря, единица. Площадь поверхности животного это уже квадрат от линейного размера. Таким образом, чем крупнее животное, тем более эффективным фитофагом оно будет, потому что тем лучше сможет выдерживать постоянную температуру свое тело. То есть даже поэкилотерменные животные, такие как допустим медофазавры, могли именно за счет крупных размеров более эффективно переваривать растительную пищу. Это все, собственно говоря, были животные, которые появились еще в карбоне, просуществовали в раннепернское время и как раз уже в средней перми приходят им на смену, потому что те животные в основном вымерли. Более прогрессивные синапсиды, в частности это пиноцефалы. Они интересны тем, что они умудрились совместить скажем так и отделение и первичную механическую обработку пищи на одних и тех зубах. Это у них условно говоря резцы. Резцы эти обладали вот такими мощными пятками. Причем резцы верхней и нижней челюсти образовали настоящую окклюзию, то есть они упирались друг к другу так же, как, допустим, наши с вами зубы, что позволяло им обрабатывать пищу уже в момент ее срывания. То есть они не просто срывали, допустим, какой-нибудь фрагмент растения, они одновременно с тем его еще раздавливали и частично перемалывали. Это все делалось только на передних зубах. У них также, как и у вышеперечисленных животных, был относительно малоподвижный челюстной сустав, который не позволял двигать челюсти вперед, назад и вправо-влево. Поэтому, собственно, они вынуждены были строить вот настолько сложной формы зубы, что как раз позволяло им перемалывать растительную пищу уже в момент ее отпусывания. Животные опять же были крупные, крупного размерного класса, для палеозойских животных это были действительно одни из самых крупных животных, потому что наиболее крупные цепиноцефалы могли весить по оценкам до тонны. Но опять же, объемный живот позволял им хорошо ферментативно переваривать и обрабатывать растительную пищу. Однако, следует отметить то, что как раз в середине и ближе к концу перни появляются относительно мелкие животные, которые смогли питаться растительной пищей. Вот, например, галиопиды. Галиопиды это аномодонты, довольно специфичная группа растительноядных животных, родственники знаменитым гидсинодонтом. И что интересно, само это животное было размером примерно с кошку, в то время как все остальные предыдущие были размером либо с быка, либо со свинью. Это животное относительно мелкое, что же позволило ему более эффективно, так сказать, питаться растительной пищей, причем, возможно, что довольно грубый, судя по изношенности его зубов. Дело в том, что у аномодонта впервые появляется подвижность в челюстном суставе. Теперь они смогли не только закрывать рот, они смогли выдвигать свою нижнюю челюсть немножечко вперед. То есть, грубо говоря, зубы верхней и нижней челюсти, которые тоже образовывали настоящую окклюзию, начали тереться друг от друга, что позволило им более эффективно механически обрабатывать растительную пищу, которой они, собственно говоря, и питались. Именно благодаря усовершенствованию, грубо говоря, перетирающего аппарата эти животные смогли обеспечить себе мелкий размерный класс, потому что они стали меньше зависеть от перепадов температуры окружающей среды. медицинодонты, родственники подобных животных, но в отличие от них они полностью лишились зубов. Дело в том, что у этих животных, скорее всего, был роговой плюв, примерно такой же, как, допустим, у современных черепах или попугаев. Причем роговые пластины у них могли тереться друг от друга, так как у них тоже был подвижный челюстной сустав. Нижняя челюсть ездила вперед-назад в этом самом суставе. Достаточно сложно устроенные отдукторы, то есть мышцы, которые как раз двигают нижнюю челюсть, позволяли как раз совершать довольно мощное продольное движение, благодаря чему верхние и нижние пластины между собой эффективно перетирали растительную пищу. Ицинодонты были крайне успешны, пожалуй, что даже самые успешные среди всех зверообразных пещеров. Ну и они присуществовали, собственно говоря, до конца от ряса. Среди них были в том числе и гиганты, такие как лисовиция знаменитая, которая была, в принципе, уже размером со слона. То есть достаточно эффективные и успешные животные. Кстати говоря, среди них были настоящие карлики размером, ну, грубо говоря, опять же, с кошку. Некоторые животные к концу ранней перми пытались экстенсивно, скажем так, решить свои проблемы по переработке растительной пищи. Вот это категоринфус, он относится к 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 внимание. то, увеличился живот этого животного. Вот это крохотная голова, а вот это его туловище. Одна только лапа, и то больше, собственно говоря, его головки. Голова очень небольшая, потому что пережевывает это животное , ultima ничеркал pastikin пищу, я она подвергалась ферментации к очень объемном животе. Грубо говоря, вместо того, чтобы более эффективно механически обрабатывать растительную пищу, это животное пыталось Именно химически, ферментативно, но ничего у них не вышло, и, к сожалению, калоринхи вымерли. Также среди мелких растительноядных животных интересны каптериниды. Они пошли немножко другим путем. У них состав нижней челюсти был относительно малоподвижен, зато у них было огромное количество зубов. Зубы и на верхней, и на нижней челюсти располагались несколько рядов. И животное, вместо того, чтобы перетирать растительный корм, как, допустим, жвачное животное, или хотя бы геодекты, он просто-напросто жамкал своими верхними и нижними челюстями, постепенно механически обрабатывая растительную пищу, потому что зубы более или менее попадали либо друг на друга, либо в пространство между соседними зубами. Таким образом механически растительная пища все-таки обрабатывалась. Пожалуй, что самыми эффективными растительноядными тетроподами среди всех животных пермского периода были так называемые баллозавры. У баллозавров, во-первых, был открытый нижний челюстной сустав, что позволяло челюсти двигаться вперед-назад. Это уже хорошо. Во-вторых, у них был такой короноидный отросток, который позволял им развивать относительно больше усилия при закрытии челюсти. Ну и в-третьих, у них были очень сложно устроены зубы. Вот, собственно, коренные зубы подобного животного. Обратите внимание, что они очень сложно устроены. Зубы верхней и нижней челюсти были, грубо говоря, аккуратно подогнаны друг к другу и входили, так сказать, как, условно говоря, зубчики зип-замка. Ну, то есть молнии, которые мы все, собственно говоря, знаем, они ходили друг к другу и благодаря продольным движениям челюсти достаточно эффективно перетирали растительную пищу. Поэтому, скорее всего, такие животные со сложно дифференцированными зубами, с зубами очень сложно устроенными, эффективно могли перерабатывать растительную пищу. Кстати говоря, в этих случаях наблюдается масса конвергенций с млекопитающими. Например, это практически альвеолярное строение зубов. У более примитивных животных зубы просто прирастают в челюсти, в то время как у баллозавроморфов зубы находились в определенных лунках, причем, грубо говоря, в альвеолах, так же, как и у нас с вами. В более примитивном варианте, но принципиально, функционально очень и очень сходно. Причем закладки новых зубов формировались внутри этих самых лунок, что мы здесь видим на томографии, что позволяло зубам более прочно сидеть в челюсти с одной стороны, а с другой стороны более эффективно зубы заменять. То есть, когда, грубо говоря, выпадали отдельные зубы функционального зубного ряда, на место отдельного зуба довольно быстро вырезал зуб новый. То есть, закладка готовилась для того, чтобы очень быстро встать на место. Для растительных ядных животных, которые эффективно пережевывают растительную пищу, очень важно, чтобы зубной ряд у них был практически полным. Мы, например, можем это хотя бы частично компенсировать, потому что у нас и щеки, у нас еда не вываливается, собственно говоря, за пределы щек. У этих животных еще, конечно же, не было, зато был относительно полный зубной ряд, который они как раз могли более эффективно использовать благодаря подобному типу смены зубов. Кстати говоря, у них есть еще одна интересная особенность. Дело в том, что зубы у них, видимо, настолько эффективно и интенсивно использовали, что они постоянно стирались. Для того, чтобы зуб служил относительно дольше, они вырабатывали так называемый репарационный бентин. То есть дентин, который изнутри цементирует полость пульпы. Такое есть у некоторых современных животных, например, у приматов. В том числе у приматов, которые в первую очередь питались растительной пищей. Вот астеролопитек африканский. Он был достаточно специализирован на растительной ядным. И для того, чтобы зуб служил как можно дольше, изнутри он цементировался вот этим самым птичным цементом. Здесь как раз стрелочки указывают на более темную материю. Это как раз третичный цемент. Очень плотное вещество, которое при том, что зуб стирался, позволяло как раз не открываться полости пульпы. То есть предотвращало собой сепсис, позволяло зубу служить дольше. То есть скорее всего зубы у таких животных, как баллозавры, служили относительно долго и менялись относительно редко. Чем они тоже были достаточно похожи на млекопитающих. У нас так, собственно, коренные зубы вообще служат только один раз. В то время как премоляры, предкоренные зубы у нас все-таки хотя бы один раз меняются. Еще один вариант, скажем так, попытки реализации экстенсивного способа обработки растительной пищи – это париозавры. Они появились уже в середине пельмени, до конца они дожили, вымерли во время перматриасового вымирания. Ну и для них характерны, опять же, довольно крупные размеры. Вот это, например, реконструкция скотозавра. Объемный желудочно-кишечный тракт и характерные листовидные зубы. В то время как эффективно перетирать растительную пищу они, собственно говоря, тоже не могли. Ну и дальше мы, конечно, могли бы перейти в мезозой, когда появляются уже более современные, еще более эффективные типы обработки растительной пищи. Однако эта тема очень и очень объемная. Я думаю, что в рамках этого семинара мы ее все равно бы не освоили. Разве что можно вкратце сказать то, что действительно появлялось множество разных линий растительных и ядных животных, совершенно нервов с них друг к другу, которые совершенно принципиально по-разному решали одни и те же задачи. Как раз отделение от субстрата и механической обработки дальнейшей растительной пищи. Вот, например, гадрозавры. Они интересны тем, что зубы у них образовали настоящие зубные батареи. Вот здесь на реконструкции показано то, что зубы фактически постоянно находились друг с другом и постоянно стираясь, в то же время постоянно обновлялись. То есть у них не было зазора между, скажем так, временем выпадания зуба и временем вырастания нового. Это принцип примерно такой же, как у самозатачивающегося ножа. Таким образом, их мощные зубные батареи позволяли перерабатывать другую растительную пищу. Кстати говоря, в случае с гадрозаврами известно то, что они питались в том числе хвойными растениями. Но, как мы знаем, хвои достаточно жесткие, поэтому именно для обработки хвойных растений им понадобились настолько мощные зубные батареи, с помощью которых они, собственно, перемалывали грубый растительный корм. Другие динозавры, такие как, например, цератопсы, в том числе базальный цератопситокозавр, умудрялись развить очень подвижный нижнечелюстной сустав. Во-первых, в нем была возможность перенезания движений, о которых мы уже говорили. Во-вторых, он хотя бы частично позволял челюсти двигаться в стороны, что позволяло как раз животному совершать эффективные, скажем так, кольцевые движения. То есть челюсть ездила даже не просто вперед-назад, она ездила кругами, точно так же, как и у нас с вами. То есть животные, скажем так, достигали различных одного и того же эффекта механической обработки за счет совершенно разных способов как раз обработки растительной пищи. Вот это растительноядный крокодил, про которого мы с вами говорили в самом начале. У него зубы были относительно просто устроены, но тем не менее у него тоже существовала настоящая окклюзия, в отличие от своих, так сказать, птичных родственников, его зубы находили друг на друга, что позволяло ему, опять же, хотя бы минимально перетирать растительный форм. Какое растение он здесь употребляет в пищу, мне не очень ясно, но вот как раз об этом бы стоило подумать впоследствии когда-нибудь ботаникам. Также стали освоить растительная явность и уже наши более-менее непосредственные предки – это цинодонты. И, в частности, одна из ветвей, которая была близка к базальным мамалиям, то есть к базальным млекопитающим. Это трикилодонты. Обратите внимание на то, насколько сложно были устроены их зубы. У них, опять же, была настоящая окклюзия, и зубы подходили друг к другу, так же, как примерно у вышеупомянутой болозаври, то есть как зубчики зип-замка друг к другу, что позволяло им достаточно эффективно перетирать растительный форм. Надо сказать то, что, конечно же, лучше всего перетирать растительный форм у метрикопитающие. И этим мы, в общем-то, обязаны тому, что цинодонты смогли отказаться от заднего сустава. У нас сустав выглядит принципиально по-другому, между нижней и верхней челюстью. Он у нас находится впереди от того сустава, который, собственно говоря, был у наших предков. В то время как косточки нашего, так сказать, древнего сустава входят в наше внутреннее ухо. Этот сустав как раз позволяет совершать нам массу различных движений. Челюсть у нас движется трехмерно, она движется вперед-назад, она движется вправо-влево-вверх-вниз. Именно благодаря, так сказать, тому, что цинодонты, а впоследствии блекопитающие, смогли отказаться от этого примитивного сустава. Более того, среди цинодонтов были такие животные, как диактрагнаты, которые имели два отдельных сустава. Один такой же, как у нас с вами, а другой, как у наших с вами предков. Но в конце они смогли отказаться от подобного типа сустава. И в итоге мы, то есть млекопитающие, стали наиболее эффективными эфитофагами. Все-таки сложно поспорить с тем, что мы живем более эффективно, чем, например, птицы. Но мы сейчас с вами поговорили про наземных животных, а как животные водные, в том числе хотя бы водные тетрафоды. Ну, начнем с амфибий. Среди амфибий, как минимум современных, в взрослом состоянии, мы не знаем в растительноядных животных. В растительноядных бывают только личинки амфибий, то есть в головастике. В головастике вот такая интересная челюсть, собственно говоря. Она, кстати говоря, сформирована, несмотря на то, что не настоящими зубами, роговыми выростами, тем не менее, обратите внимание, насколько они похожи на зубы тех животных, которых мы видели с вами ранее. То есть это, опять же, такие листовидные, многовершинные зубки. Условно говоря, зубчики, поскольку они роговые, а не дентиново-эмалевые, как у нас с вами. Такая радула позволяет состребать головастикам, как правило, какую-то растительную пищу субстрата. Ну, что многие из вас, в общем-то, наблюдали. Однако, если среди современных амфибий фактически нету таких настоящих растительноядных животных, которые бы и во взрослом состоянии питают растительной пищей, тем не менее, они известны в прошлом. Вот это, собственно говоря, группа, так называемых, как лосииты, в частности, знаменитая лепторова. Лепторовы известны тем, что это были по уровню организации настоящие земноводные, которые, тем не менее, явно умели питаться растительной пищей. Обратите внимание на строение их зубов. Такие зубы позволяли им как раз достаточно эффективно откусывать какие-то достаточно мягкие подводные растения, ну, в частности, водоросли. Лепторов и их ближайшие родственники, скажем так, это единственная известная нам группа земноводных, которая освоила кетофагию за все существование данной группы. Интересно то, что, скорее всего, их метаболизм, точно так же, как и у головастиков, был несколько выше, чем у их амфибиотических же родственников. Дело в том, что, как мы, в общем-то, знаем, из, наверное, еще школьного курса биологии, у амфибий смешанная кровь, поскольку артериальная и венозная кровь у них смешиваются, образуя достаточно сложное переплетение кругов кровообращения. В то время как у рыб, например, один круг кровообращения, он проходит через жабры, и, соответственно, обогащенная кровь, обогащенная кислородом, доходит до тела, там уже проходит через органы и возвращается по венозной системе. Все вроде бы логично. У головастиков примерно так же. То есть, головастики по уровню своего метаболизма и по уровню, скажем так, разделение артериальной и венозной крови ближе к рыбам, нежели к земноводным. Вот среди земноводных нету растительноядных животных, а среди современных рыб растительноядных животных просто-напросто полно. Причем, возможно, что есть такая гипотеза, то что лекторов и так же, как и головастики, поскольку они были фитализированными, неотеническими, то есть фактически они выглядели как личинки, возможно, что тоже имели отдельные, так сказать, круги кровообращения, отдельно венозную кровь, отдельно артериальную, так же, как это было у рыб. И, видимо, у них всю жизнь сохранялись жабры, что позволяло им как раз иметь такую, как ни странно, более совершенную, но не позволяющую выходить на сушу в систему кровообращения. Ну и теперь уже, собственно говоря, перейдем к рыбам. Дело в том, что до самого недавнего момента считалось то, что растительноядность в воде появилась значительно позже, несмотря на то, что и растения, и вообще позвоночные животные возникли в воде. Вот, например, еще в недавних работах, например, 12-14 года, высказывалась мысль о том, что первые растительноядные рыбы появляются только в его цене. Причем уже в его цене они достигают довольно значительного разнообразия. И это, конечно же, рыбы костистые, поскольку это самая многочисленная современная группа. В то время как низозойские и палеозойские рыбы считались неспособными к растительноядности. Но в то же время, кстати говоря, современные растительноядные рыбы весьма разнообразны и занимают самые разные, практически именно узкие специализации, несмотря на то, что все они, в принципе, питаются растительной пищей. Однако, по недавно полученным, причем нами же данным, было, в общем, показано то, что первые достоверно растительноядные рыбы появляются уже в конце тюрьмы. Вот как раз так называемые эвринотоиды. Эвринотоиды – это пока что эндемики восточноевропейской платформы. Они известны только у нас в тюрьме. Однако они имеют вот такие интересные зубы. Обратите внимание на то, что эти веероподобные зубы в значительной степени напоминают зубы растительноядных тетропод, которых мы с вами видели чуточку раньше. А еще больше эти замечательные зубы напоминают даже не тетропод, а современных рыб-фитофагов. Вот это, например, рыбохирург. Она интересна тем, что питается ничитыми водорослями, которые, как правило, растут либо на кораллах, либо на каких-нибудь твердых субстратах, там, типа камней и так далее. Это животное с помощью своих сложно устроенных верообразных зубов отпусывает ничитые водоросли, причем сами отдельные ниточки водорослей попадают в, скажем так, зазор между отдельными зубцами. Зубцы имеют очень острые режущие края, и чем больше сюда надевается, собственно, отдельных ниточек водорослей, тем эффективнее они срезаются с помощью как раз-таки подобных зубов. Зубы у нее не образуют настоящей окклюзии, как его, собственно говоря, большинство рыб. То есть зубы не упираются друг в друга. И для того, чтобы обрезать растительные волокна без упора на какой-нибудь субстрат или на зубы противоположной челюсти, животные как раз и развили вот такие интересные, грубо говоря, фистончатые многовершинные зубы. Другой вариант – это как раз упор на субстрат. То есть когда рыба просто скребется ими зубами по субстрату. Это другие вринотоиды, также появившиеся в Перми и очень похожие на других современных растительноядных рыб, например, гиреллы. Ну, собственно, гиреллы интересны тем, что они буквально скребут своими зубами по какому-то твердому субстрату, благодаря чему соскребают в основном растительный корм. Как правило, в этих же водорослевых матах находятся и разнообразные другие растительные клетки. Например, генофлагеляты или хоровые водоросли, при которых, собственно говоря, тоже эти рыбы употребляют в пищу вместе с водорослями ничетыми. Ну, вот, собственно говоря, отдельные морфологические особенности. Ну и третья группа – это животные отпускывающие, которые питаются относительно крупными водорослями. И для того, чтобы их откусить, собственно, развивают вот такие зубы с меньшим количеством вершинок, с менее развитыми механическими тканями, но при этом позволяющие откусывать относительно крупные куски от относительно, опять же, крупных водорослей. То есть, грубо говоря, уже в конце перми возникло большое количество различных трофических специализаций у рыб, которые позволяли им питаться вот как раз подобной растительной пищей. Что еще интереснее, вероятно, самые древние растительноядные рыбы возникают уже в Дивоне. То есть, этому растительноядности у рыб, особенно в палеозойских, уделялось раньше очень мало внимания. После того, как стало понятно, что в Перми уже точно есть растительноядные рыбы, стали некоторые специалисты смотреть в более и более таксоедарные времена. Вот это так называемый ботриолепис. Ботриолепис – это вообще достаточно интересные панцирные рыбы. Для них характерно то, что их челюсти выглядели вот так вот, собственно говоря, и находились в нижней части тела. Если вы попробуете вспомнить, где же вы видели подобные челюсти, то можно, собственно говоря, отмотать немножко назад и посмотреть на то, как выглядит челюсть у головастика. Обратите внимание, то, что у таких антиархов, то есть панцирных рыб, как ботриолепис, челюсти относительно были похожи на головастиков. То есть, скорее всего, они умели соскабливать какой-то перифитон с различных тёблых субстратах, примерно так же, как и головастики. Однако мы, к сожалению, доподлинно пока что этого не знаем. Нужен более подробный морфологический анализ, но пока предполагается то, что они точно так же, как и головастики, могли соскабливать какую-то растительность с твёрдых поверхностей, что позволяло им как раз быть и, в общем, пока предположительно, но тем не менее считаться древнейшими фитофагами среди всех позвоночных. Тут, пожалуй, что я могу закончить именно саму позвоночную часть и сказать то, что очень мало информации существует о том, чем же именно питались те или иные предполагаемые растительноядные позвоночные. Поскольку, как я отмечал в начале, подробного анализа именно ботанической составляющей тех же самых сообществ в тех же работах, которые посвящены растительной ядности, как правило, не проводятся. То есть, как будто бы ботаники и зоологи, которые занимаются позвоночными, существуют немножко параллельно к реальности. Было бы очень здорово, если бы в перспективе для того, чтобы разобраться в том, чем же питались конкретные позвоночные, можно было бы подключать и, так сказать, коллег-ботаникам. Ну, пожалуй, что у меня на этом всё. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы и высказывания, то, пожалуйста, задавайте. Спасибо большое за такой интересный доклад. Так, вот я вижу в чате какое-то замечание от Юлии Сучковой. Спасибо за доклад. У меня есть маленькое дополнение к теме привязки растений к едокам. Для плейстоциновых млекопитающих определяют, какие именно растения, травянистые, кустарники, они потребляли по микроповреждениям на зубах. Можете как-то это прокомментировать? Да, конечно. Действительно, можно определить в целом, скажем так, жизненную форму, особенно если мы говорим про животных современных, для которых всё это относительно хорошо известно. Действительно, есть такие работы, но я хочу обратить внимание на то, что по микроповреждениям на зубах, как правило, очень сложно понять, какой конкретно, допустим, злак употребляло это животное. То есть понятно то, что употреблялись, допустим, травянистые растения. Ну какие конкретно травянистые растения? То есть имелось ли какое-то пищевое предпочтение среди всех имеющихся травянистых растений? Для современных животных, поскольку их есть с чем сравнить, можно достаточно эффективно делать предположение, то что если это какой-нибудь там газель, дуку, то, скорее всего, он питался где-нибудь в подвеске. Если это, допустим, зебра, то она, скорее всего, питалась относительно жесткими травмами в саванне. Если, допустим, это бизон, то он питался тоже растительными жесткими травмами в саванне, но там с немножко другой, так сказать, интенсивностью их объедая на разной высоте и так далее. То есть для современных животных это значительно легче реконструировать. Для животных мезозойских и палеозойских я этой информации, к сожалению, практически не видел. То есть как раз именно такую цель, мне кажется, следовало бы поставить, чтобы сопоставлять какие-то конкретные достаточно растения с достаточно конкретными животными. Ну, то есть, допустим, в конце карбона появляются первые растительноядные позвоночные. Ясно то, что они не питались, допустим, строгими липидодендронов, потому что липидодендроны, извиняюсь, высокие. Они до них просто-напросто не доберутся. Да, вроде вещь очевидная. А чем они питались на земле? Какими растениями? Чиненности стебельными, папоротниками, опять же, какими-то низкоросными плавнами. Пока это, скажем так, не очевидно. Вот если бы мы могли как-то соотносить подобные вещи, было бы, на мой взгляд, здорово. Тут у Юлии Сучковой еще вам ответы. Это к тому, что если для ископаемых растений можно определить условную жесткость, то можно предположить, чем питались. Не до вида, конечно, мне тоже не попадались, совсем по полиозои и мезозои. Поскольку, скажем так, в некоторых случаях, например, в том же самой Перми, растительное сообщество изучено достаточно хорошо, мне кажется, что можно было бы даже сузить, так сказать, пространство поиска, какими же конкретно растениями питались вполне конкретные растения для животных. Вот с учетом того, что мы с Женей занимаемся одним возрастом, думаю, что это как раз сотрудничество Жени, например, было бы очень полезно. Но в вашем случае я не очень понимаю. Вот вы занимаетесь рыбами, Женя занимается наземной растительностью. У вас объекты-то в какой момент встретились друг с другом? Ну, это достаточно сложный вопрос. Конечно, с другой стороны, зона моих интересов, она все-таки не кончается на рыбах. Я, конечно, занимаюсь рыбами, но вот, допустим, баллозавры, которые раньше были упомянуты, собственно, мной тоже изучались. То есть я участвовал, допустим, в описание той работы, с которой были вот здесь использованы иллюстрации. Так что я бы не хотел себя загонять в какие-то уж очень узкие рамки с одной стороны. С другой стороны, ну, с кем-то же мне надо будет, так сказать, посоветоваться, хотя бы по поводу водных растений. То есть, возможно, какие-нибудь гетрофильные, чинистостибельные используются в пищу, к неймитации, к рыбками. Возможно, Женя мне что-то может подсказать по поводу, допустим, хоровых водорослей. Остатки у нас тоже известны. Может быть, по поводу ничетых водорослей. Хотя бы, я не знаю, путем изучения стабильных изотопов, каких-нибудь отложений озерных. То есть мне кажется, что при более тщательном, более дотошном подходе можно найти большое количество точек коллекновения даже с водными животными. Вот у меня такой вопрос относительно капролитов. Насколько многочисленны эти находки в ископаемой летописи и насколько можно их связать с животными, к которым они принадлежали? Ну, скажем так, капролиты – это один из типов бромолитов, то есть определенных ихнофасилий, которые так или иначе связаны с желудочно-кишечным трактом животного. Это либо кололиты, которые, собственно говоря, представляют из себя окаменевшее содержание кишечника, неизвернутое наружу. Это капролиты. Конечно же, капролит, поскольку он уже извернут наружу, с животным, который его произвел, свести, как правило, очень и очень сложно. Можно производить некоторые, скажем так, 5-жинсинуации по поводу того, что, да, если это такая, извиняюсь, лепеха, как у коровы, то, наверное, это было какое-то крупное растительноядное животное с соответствующим желудочно-кишечным трактом, формой прямой кишки и так далее. Если это какая-нибудь там, грубо говоря, фекалия с перетяжками, то понятно то, что это остатки, допустим, спирального клапана у рыб или акул. То есть, допустим, у пермских рыб у всех был спиральный клапан. Поэтому, если на капролите есть спираль, то понятно, что это, опять же, извергла из себя рыба. Но точное сопоставление, конечно же, невозможно. Можно только до каких-то больших групп сказать, что, да, наверное, вот это, вот это. А вообще, насколько они изучены? Азоузские капролиты изучены лучше, палеозойские хуже. Пока что, я думаю, что у палеозойских капролитов все впереди. В Перми встречаются они достаточно часто, особенно в некоторых местонахождениях. И там есть большая перспективность этих изучений. Ну, вот пока… Далка Андрея Герасимовича нету, кто рассказал. Потому что мне кажется, что что именно ели по таким остаткам? Ну, не то, чтобы просто определить, но какая-то перспектива есть для определения. Ну, вот в Перми изучали же капролиты, и там были татарины. То есть, тех же сам татарины они ели, эти животные, которые там жили. Ну, да. Правда, капролиты маленькие. Это, конечно, не париозавры, а какой-то то, что субдоминантный блок называется. Ну, какие конкретно животные, сказать, конечно, трудно. Ну, и плюс того, как я сказал в начале, то, что растение было в желудочно-кишечном тракте у животного, не означает то, что животное ело его специально. Возможно, что оно пыталось слопать какое-нибудь там насекомое или беспозвоночное, а вместе с ним захватило и кусок листа, допустим, на котором сидело это беспозвоночное. То есть, скажем так, да, это может быть посвенным свидетельством, но это несколько неоднозначно, да, к сожалению. То есть, конечно же, животный аппарат в этом отношении, он несколько более надежен с моей точки зрения. Хотя, конечно, да, тоже ценные источники информации. Кстати, эти самые… Говорите, говорите, Алексей Владимирович. Эти самые пермские капролиты показывают, что перетирание этого материала было более эффективно, чем у черепах. У черепах капролиты, значит, они почти целые листья такие, свернутые в сигару. А в этих капролитах они измельчены там до менее чем миллиметровых размеров. Ну, да, как раз в том-то и дело, что в Перми уже появляется относительно эффективная механическая обработка, причем сразу в нескольких группах, в том числе и достаточно мелкие животные, как те же баллозавры, как та же суминия вышеупомянутая. Да, то есть, в принципе, вполне можно пытаться дальше соотносить и дальше развивать эту тему. Особенно, если более внимательно изучать те же самые капролиты. Все-таки, несмотря на то, что у нас, допустим, капролита в Перми достаточно много, тем не менее, работ по ним пока очень ограничено количество. Хотелось бы, чтобы было больше. Давайте я прочитаю, что у нас пока что в чат насыпалось, хотя мне не все понятно. Вот Светлана Полевова пишет, фитолиты как раз приспособление против крупных фитофагов. Фитолиты, насколько я понимаю, это ведь от этих самых, от златов-то остатки. И поэтому следующее замечание от Жени Карасева, палеозойских фитолитов, мне неизвестно. Понимаете, что неизвестно? Не было палеозой. Ну да, могли бы так им быть. Ну, кстати говоря, допустим, холостяки были приадаптированы, потому что в них явно много очень кремния. И, кстати говоря, некоторые фермские зверушки с наиболее сильно стертыми зубами, как раз та же сумея, те же балозавры, возможно, что в том числе и питались и членистостебельными. Как раз у них очень сильные стертые зубы, и, возможно, что они ели как раз не только волокнистую, но и содержащую как раз абразивный материал, как очень нестестебельная растительная пища. Да, да, вот от света здесь еще от хвощей написано замечание. Да, если от хвощей, то, конечно, можно. Так, и Юлия Сучкова пишет, кстати, про симбионтов есть немного курьезный случай с находкой капролита во рту у нефтозуха. Было предположение, что это был процесс приобретения симбионтов от взрослых водорослей. О, взрослых, господи, особей, что-то я уже задумалась. Да, тоже известный случай. Действительно, очень похоже на правду, потому что у современных животных капрофагия достаточно широко известна. Да, действительно, так вот приобретает симбионтная флора. Особенно у растительноядных животных это часто встречается. Ну, да, да, тут, собственно говоря, все верно. Но я говорил немножко в другом ключе, потому что это приобретение симбионтов фонтогенеза. Я когда говорил про приобретение через, из позвоночных, я говорил именно филогенеза, конечно же. Да, а так, ценные замечания, спасибо. Так, еще здесь замечание, добавление от Юлии Сучковой, что да, я именно наличие абразивного материала имела в виду. И Валерий Голубев просит вас показать фото из письма Артемовой. Это мне непонятно. Сейчас, секундочку, сейчас я включу демонстрацию. Я понял, в общем-то, что имеется в виду. Это вопрос от Олега Лебедева. Да, извиняюсь. Он понял, от кого это вопрос. Я как-то в своем времени не вставил. Кстати, пока Саша рассказывал про появление массового разнообразия этих фитофагов, фитофагов, в конце карбона массовое же было. Тогда же и распространились там всякие голосеменные, есть там голосеменные папоротники и всякое такое. Было, что есть. Да. А до этого были в основном споровые. Вот вы все время обсуждаете континентальные сообщества, континентальные комплексы. Вот сейчас перед вами на экране представитель морского сообщества. И причем это ранний карбон. И это хрящевая рыба. Как раз, причем много вершинные зубы довольно сильно напоминают зубы некоторых растительноядных и современных, и даже палеозойских рыб, выше упомянутых анатолидах. Спасибо, Олег Анатольевич. Действительно, очень интересные зубы. То есть, возможно, что в морских экосистемах, что пока довольно слабо изучено, растительная ядность появилась еще раньше, чем, собственно говоря, в континентальных и пресноводных, и в том числе и в гевоне, и в карбоне существовало, причем в разных группах рыб, в том числе рыб плакоберных, пищевых. Конечно, интересные находки. Пока что как будто бы на это просто не обращали внимания. Хотя бы сами по себе зубы весьма характерной формы. Их, конечно, надо более предметно изучать, чтобы сказать более точно, но, тем не менее, материал крайне интересный. Причем они известны, поликуспидные зубы известны прямо с раннего турнира. То есть, с самого начала карбона. А вот в дивоне почему-то поликуспидных зубов, ну, не припоминаю, по крайней мере. Зато вот эти антиархи, значит, это вот не просто род Батриолепис, да, а это крупная, очень крупная группа, широко распространеннейшая по всему миру, появившаяся в Силуре антиархи, да, вот яркий мрачный представитель которого, Батриолепис, которого Александр Сергеевич показывал. То есть, ну, но там гладкий край соскребающий, ровный, ровный, гладкий. Там нету никакой поликуспидности. Эти антиархи существовали до события Хангенберг, ну, то есть до границы дивона-карбона. И после конца дивона, то есть в начале карбона, начинают вдруг появляться формы с поликоспидными зубами. И сначала не у костных рыб, а у хрящевых. Вот, то есть нужно не только сотрудничать нам с вами на уровне пермском, но и прямо во всем диапазоне. Смирио. Где везете водоросли в вашем состоянии, сохранившиеся ископаемые? Ну, какие-то бурые водоросли описаны в малом количестве, редко, но все-таки они существуют. Зеленые какие-то описаны. То есть, ну, понятно, что мы не можем для полиозоя, мы не можем выделить растительный блок в море, тем более. То есть, по-видимому, сложность заключается в том, что захоронение растительных остатков и растений существенно лучше и существенно лучше изучено в континентальных обстановках. А вот для морских вот это вот представляет проблему. Не очень понимаю, почему. Возможно, потому что гораздо больше целлюлозы как раз, которая позволяет лучше сохраняться. Кутин, кутин там был. Вот, вот, вот смотри. В водоросли его не было. Вот уже направление для того, чтобы с полиоботаниками зацепиться. И потом вот еще мне такое направление видится. Было бы очень здорово попробовать выделить этапы появления различных типов аппаратов растительноядных у позвоночных, но поподробнее и не пытаться залезть в мезозой, где все уже более или менее очевидно. А вот для полиозоя, потому что это совершенно таинственный, загадочный, непонятный этап. Вот, и попробовать сопоставить с появлением каких-то крупных групп растительности. И посмотреть. Просто вот, просто, просто сопоставить. Не пытаясь свести явно совершенно, что вот это пищевой объект, вот это вот потребитель, консумент, но никто же даже этой попытки не делал. А у нас есть шанс? Не знаю. Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто-то хочет еще что-то сказать или высказаться? У меня есть еще два вопроса. Вот, Александр Сергеевич, во-первых, вот вы сказали, что позвоночные не вырабатывают филюлазу. А кто ее вырабатывает? Насекомые? Насколько я знаю, среди насекомых есть действительно группы, например, кермиты, которые вырабатывают филюлазу самостоятельно, то есть не только через своих симбионтов, но в целом, как правило, это симбионты, это микрофлора, бактерии и простейшие. В первую очередь, конечно же, бактерии. И второй вопрос. Вы говорили, что козеиды были очень толстые. А как это устанавливается на основании скелетов? Секундочку. Сейчас, 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 сейчас. Собственно говоря, тут дело в том, что, к счастью, есть ребра, которые более или менее демонстрируют, насколько было животное округлым и крупным, вот благодаря таким хорошим скелетам. Насколько крохотная головка и насколько огромные на самом деле туловище и действительно пузо. То есть, конечно, вот у нас ребра защищают только вот грудную клетку, в то время как живот они практически не ограничивают, а у более древних животных все-таки с этим попроще, поскольку у них ребра, как правило, проходили гораздо дальше и позволяли вот более-менее точно реконструировать насколько был крупных живот у животного. Спасибо. А ты, Саша, сказал, что они быстро вымерли и ничего у них не получилось. А примерно сколько они там существовали? Наверное, несколько миллионов все равно. Ну, козьиды с, собственно говоря, позднего карбона до начала средней тюрьмы. Сколько это миллионов я, конечно... Больше, чем человечество. Так что не такие уж они неудачники. Довольно много долгих существований. Черепахи вон до сих пор очень приятно существуют, хотя действительно они достаточно слабо перерабатывают растительные корма. Тем не менее... Путь интенсификации переработки растительного материала более эффективен, как мы уже, кстати, из этого утверждения поняли. То есть экстенсивные методы, они как-то не очень хорошо работают. Особенно в долговременной перспективе. У меня, кстати, есть не вопрос, скорее такое замечание по поводу приспособлений против поедания растений, против этого. Как раз про, Светлана, против профитолита и списали уже. А, например, какие-то у современных же есть приспособления, там, не знаю, колючки, чтобы не съедали быстро, что-нибудь еще. Вот в более азотских растений, ну, вообще в растениях, после никогда не появляются первые такие явные, защитные какие-нибудь... Они начинают не хотеть, чтобы их ели? Да-да-да. Потому что, ну, не знаю. По-моему, как раз в фильме есть некий оконтопторис как раз из лязнька, что ли, у которого есть колючки на листьях. Ну, там, да, я знаю, там листик-то такой. Древе высокие не достанешь. Поэтому сколько-нибудь жесткие там эти оконтопторы. Колючки-то это, видите, как бы по-разному можно трактовать, зачем их растения себе тратят. Да-да-да. Можно комментарии по этому поводу? Значит, я уже многократно слышал от ботаников, все ботаники, вот во всех книжках, все это пишут, что всякие приспособления против поедания. Значит, по опыту садовника могу сказать, что если ты уменьшаешь вегетативную часть растения, то это, во-первых, стимулирует развитие новых побегов, во-вторых, стимулирует развитие пролевой пустыни. Так что мне кажется, что вот эти вот защитные механизмы, то, что мы принимаем за защитные механизмы, почти наверняка это средство защиты от высыхания. Ну да, а не от поедания. А не от поедания. Поэтому, естественно, что когда мы имеем биоциноз, то вот перевыпас на биоцинозе, это, я думаю, что совершенно невозможная вещь, потому что перевыпас всегда будет регулироваться хищником, который будет выедать лишних перевыпасающих травоядных, растительноядных. Вот поэтому, не знаю, согласны со мной ботаниками? Я согласен, в принципе. Трудно допустить, что эмергенции являются средством для противовысыхания. Эмергенции – это все-таки жесткие образования, которые к испарению влаги никакого отношения не имеют. На самом деле эмергенции появляются там аж у ринеофитов. Опять же, настолько они связаны с травоядностью животных, сказать очень трудно. Здесь еще замечание с другой стороны от современных ботаников. Александр Константинович пишет, как-то странно ожидать защиту от высыхания от колючек барбариса или боярышника. И у того, и у другого есть листья вполне себе с пластинками. Но это в любом случае не есть защита от травоядных растений, травоядных животных. Это что-то… Вот ботаник, я не ботаник. Я мог сказать здесь что-то неправильное. Поправьте меня. Для чего существуют шипые колючки? Но это точно совершенно не так, потому что… Не защита от поедания животных. Ну, вспомните какого-нибудь саваннового жирафа, который поедает исключительно, питается исключительно жесткими, сухими ветками, которые они только одни могут достать. Питается причем круглый сезон. Ну, и поправьте меня, и скажите, что вы думаете. Мне кажется, что все-таки невозможно одно объяснение к одной структуре выдать на все случаи жизни. Вероятно. У одних колючки таковы, у других таковы, у третьих они. Или какая-нибудь там американская пустыня с этими классическими кактусовыми лесами. А там нету просто ни одного крупного растительного яда, который был… Поэтому и нет. А против кого тогда кактусы защищаются, простите? Они раньше защищались, а теперь нет. Эффективно защищались, слишком эффективно. Так и не было никогда. Нет, не шучу, конечно. У меня еще не совсем по теме вопрос такой дилетантский. Просто мне любопытно показалось. Там у вас в середине доклада была и доказательна, и рассказывалось, что вот этот гребень ее большой, красивый, помогал регулировать, помогал сохранять тепло. Я правильно поняла? А как сохранять? Мне кажется, это наоборот, как это называется, избавляться от излишнего тепла подходит. Скажем так, я, может быть, не совсем верно сформулировал. Я хотел сказать не такое сохранение тепла, а сохранение его баланса. То есть, скажем так, одновременно это, с одной стороны, хороший радиатор, а с другой стороны, это хорошая тепловая батарея. Потому что это, в зависимости от того, как ты повернешься к солнцу, это такая уже достаточно высокая точка зрения на то, как это у них работало. Если боком повернулся к солнцу к гребням, то, значит, погреешься, кстати, с утра, лучше будешь себя чувствовать, поддерживаешь свою температуру более эффективно. Когда становится жарко, становишься вот так, и, соответственно, меньше тебя солнце облучает, и, соответственно, ты все равно сохраняешь более или менее свою температуру именно постоянно. То есть, их задача быть не как можно теплее, а их задача постоянную температуру сохранять. Вот поэтому… А она все время у него вот так торчала или могла как-нибудь? Нет, не могла, она у него все время так торчала, потому что это эскизка от позвонков, он их складывать не мог. Слушай, я не знаю, если я вам не… Так, это не по нашему поводу, по-моему, там беседам. Вот у меня еще один вопрос, но он безответный. Про гадрозавров вы говорили, что хвоей они питаются. А чем подтверждено, что именно хвоей? Может, они генеративные органы ухвоенных употребляли более… Более вкусные и полезные. В случае с гадрозаврами все-таки исследовали капролиты, которые с ними более или менее так хотя бы… То есть, то, что действительно вот это его капролиты, они непонятно чьи, и там были остатки хвоенок. То есть, кстати говоря, об этом даже сюжет был знаменитый в прогулках с динозаврами. Там об этом упоминается. То есть, у них именно в фекалиях найдена хвоя. Опять же, может быть, они питались генеративными какими-то структурами, но хвою случайно прихватывали. С одной стороны. С другой стороны, зачем тогда настолько мощные зубные батареи, вот такие постоянно, так сказать, с меняющимися зубами, которые позволяют буквально постоянно питаться чем-то очень жестким, потому что это действительно как самозатачивающийся нож. Постоянно зуб стирается, на его месте уже есть новый, прямо под ним. То есть, ну, с моей точки зрения, они действительно питаются довольно жестким, если нужны были настолько мощные зубные батареи. А нельзя найти среди, например, современных животных какие-то аналоги. Вот они живут в коиных лесах, вот чем они питаются. Ну, не родственники, но просто какой-то аналог. Я, к сожалению, даже не могу сказать, что кто-то из современных позвоночных животных действительно регулярно питается хвоей. Могут быть мухи, которые, собственно говоря, питаются именно молодой хвоей. Но, тем не менее, они питаются именно молодой, самой мягкой хвоей. Они не едят просто любую хвою, которая попалась им под руку. Я знаю то, что, соответственно, птицы, в том числе, допустим, рябчики питаются, вообще деревьи питаются достаточно активно хвоей, но, опять же, они питаются молодой хвоей, которая наиболее уязвима, и ее легче все переварить и переработать в их мускульном желудке, опять же, с помощью камней гастролитов, которые были упомянуты раньше. Поэтому я, на самом деле, могу сказать то, что практически никто из современных позвоночных животных не питается хвойными на постоянной основе. То есть, чтобы есть просто хвой, не какие-то там молодые побеги, это и я могу, собственно говоря, сорвать, погрызть, мне это ничего плохого не будет. Но, да, современных, так сказать, близких аналогов нет. Но, с другой стороны, аналогов тех экосистем сейчас, в принципе, нет. Идем, поэтому и были нужны настолько мощные зубные батареи, аналогов которых сейчас, пожалуй, что нет. А, кстати говоря, мамонты, возможно, мамонты питались, причем, поскольку мамонты – это близкие родственники современных слонов, у них как раз очень мощные жирновоподобные зубы, с очень сильно развитыми механическими тканями, и цементы, эмали, дентин, они хорошо развиты, так что, может быть, именно приистационные животные могли относительно постоянно питаться хвоей. Более того, у мамонтов, насколько я знаю, и в попролитах, точнее даже это уже субфальсильные фекалии, и в желудках находили как раз-таки хвою. То есть, может быть, они, но это, опять же, не совсем современные животные, они уже вымерли. Так, вот здесь замечание Александра Павловича. Александр Константинович пишет. Генеративные органы более вкусные, но их меньше, чем хвои. Поэтому, скорее всего, ели хвою и лакомились тробилами. Так, и что Светлана Вячеславовна пишет, нельзя понять. Ну, я пишу тоже сам. Ага, судя по содержимому желудков, мамонты питались основным травой кустарниками. Ну, да, все-таки захвоить-то надо было еще в лес попасть, а они где-то... Ну, во всяком случае, они хотя бы иногда питались, в отличие от современных животных, которые не питаются почти никогда, скажем так. Видимо, немножко больше питались, чем современные. Но тоже, как видим, мы это не любили делать. Добрый день. Я видела сама, что коровы осенью вполне себе питаются хвоей. Очень часто. Вот, и поздняя осенью. Это у нас в Сибири, где-то октябрь. Интересно, ей вкусно? Ну, я не... По поводу вкуса я не спрашивала, конечно. Но то, что они ели каждый день, у нас мы просто работали в этом месте, и коровы приходили посмотреть на наш раскоп, и они каждый день ели хвою в достаточно больших количествах. Видимо, в организме чего-то не хватало в это время. Я думаю, там уже после... Это было именно питание, а скорее всего... Зелени не хватало уже. Зелени, скорее всего, после каких-то витаминов, или чего-нибудь еще не хватало. Все-таки мы говорим-то о пище, которая, да, облигатной. То есть то, что мы тоже с вами питаемся иногда растениями, но если нас посадить только на одну растительную пищу, я их боюсь, что долго не протянем. Кстати, к вопросу о фитофагии. Вот Александр Сергеевич постоянно упоминал слово «эффективное». Я бы как раз хотел бы здесь заосредить внимание на то, что мы ученые, и мы должны терминологией пользоваться очень строго и конкретно. Поэтому по вопросу эффективности здесь, конечно, надо тоже очень аккуратно этим термином пользоваться. Эффективный фитофаг – это тот фитофаг, который устойчиво существует в сообществе. То есть он питается растительной пищей и успешно противостоит воздействиям внешней среды, как абиотической, так и абиотической. Если он им успешно не противостоит, какой бы ни был бы у него сложный жевательный аппарат, он не является эффективным фитофагом. Он более или менее может питаться растением, пока его там не прессует, хищник, пока климат более или менее нормальный, пока растений много подходящих. Как только появляется дополнительный пресс, и если он не выдерживает его, то сложная зубная система никак не свидетельствует его эффективности. Вот, кстати, примеры, приводившиеся для Перми, те же голозавры и сумини, вот эти мелкие рептилии с очень сложными зубами, это как раз пример неэффективных фитофагов как элементов сообщества. Они всегда выскакивали в кризисной эпохи, когда структура сообщества была дестабилизирована и устойчивых связей не существовало, и тут же исчезали из летописи, как только все налаживалось в сообществе. А вот как раз эффективный фитофаг – это вот децинодонты, которые, начиная со средней Перми и до конца Триаса просуществовали, у которых вообще зубов нет. То есть никакой сложной системы зубной нет. Но вот они, как и фитофаги, устойчиво выдерживали прессы и только выступили динозаврам. С ними они не смогли, с хищными динозаврами не смогли противостоять. Так что в плане эффективности надо очень-очень поаккуратнее. И второе тоже, вот у нас часто бывают ошибки. Вот здесь вот картинка висит, крокодиломорф, который якобы растительноядный. Мы очень часто попадаем в такие циклы. То есть мы видим странного крокодилов, никто бы никогда не улечил бы фитофагии, понятное дело. Это хищники. Вот вы находитесь такой крокодил со странными зубами, явно не хищными вроде бы, потому что хищнику сложные зубы для питания не нужны. А тут какие-то странные сложные зубы, и тут же начинает возникать, а может быть, это питался какой-то нестандартной пищей, возможно, не мясной, а может быть, растительноядной. О, это вот у нас уже он фитофаг. А потом мы говорим, вот крокодил растительноядный, видите, какие у него зубы. Я думаю, что он потому и растительноядным, что у него вот такие зубы, а не наоборот. А был ли он растительноядным, это еще вопрос большой. И в такие вот ловушки мы очень часто попадаем. Поэтому в любом случае доказательства фитофагии, это должен быть очень сложный анализ многих составляющих. И, кстати, для перми мы часто каким образом решаем, что животное растительноядное. Скажем так, даже не растительноядное, это тоже вопрос неправильной терминологии. Консумент первого порядка, скажем так. Это будет более правильно. Потому что те же самые рыбы, о которых Саша говорил, скорее всего, они были и не растительноядными. Все они кушали какие-нибудь, то, что мы называем водорослями, это вообще-то не растение, особенно если это заклеточное. Если они пытались бактериями, то уж подобно. Тем более они не растительноядные существа. Они консументы первого порядка. Так вот, в сообществах тетропод, понятное дело, что они выходят на сушу как консументы второго порядка. А единственные объекты питания на суше – это беспозвоночность. Они все очень маленькие. Поэтому, когда вы находите животное размером с корову, очень сложно себе представить, какими же она беспозвоночными питалась, чтобы такой большой становиться. И зачем она такой большой становилась, если объекты питания маленьких? Конечно, с таким же успехом она могла бы быть в несколько раз меньше, и те же самые беспозвоночные есть. Когда же вы при этом находите еще и заведомо крупного хищника, ну, вроде иностранцеля, уж совсем сложно себе представить, что он питается какими-то маленькими беспозвоночными, особенно вооруженные такими зубами. Очевидно, для него был какой-то крупный объект, крупный консумент первого порядка. То есть вы, изучая все сообщество в целом, зная, как устроено сообщество сегодня, какие связи в них, начинаете догадываться, что должен быть крупный консумент первого порядка. Естественно, это будет не беспозвоночное, а позвоночное, вы начинаете его искать. И, конечно, вы находите какой-то консумент первого порядка, у него численность, конечно, будет выше, чем у консумента второго порядка. Если вы видите местонахождение, то у вас париозавры встречаются гораздо чаще, чем у иностранцевии, размер у них примерно одинаковый, то, скорее всего, иностранцевия – это консумент второго порядка, а для париозавра мы не видим жертву в виде консумента первого порядка. И вы начинаете предполагать, что, наверное, он и есть консумент первого порядка, пища для той же самой иностранцевии. А дальше начинают возникать неприятности, что зубы какие-то у него странные, лепестковидные, как-то не вяжутся у нас с животными, которые питаются растением, потому что растение надо перерабатывать, а таким же зубами что переработаешь-то? Что не переработаешь? Начинаешь вот искать аналоги в современном мире и находишь, что, ну да, у некоторых животных, которые питаются растениями, есть похожие зубы, да. Но все равно для меня остается вопрос, а зачем вот такие зубы для питания растений? Потому что явно не для переработки. Может быть, случайное сходство, может быть, не случайное сходство. То, что надо выяснять. То, что париозавр, конечно, консумент первого порядка, для меня это не вопрос. Но не потому, что у него такие зубы, потому что так устроено сообщество пермское, и ему никем другим в этом сообществе быть не получается никак. А дальше уже, да, вот мы когда решили, что он консумент первого порядка, дальше мы начинаем вот анализировать его зубную систему и думать, как она могла работать, искать аналоги в современном мире, подбирать подходящее растение, которое мог есть такими странными зубами и тому подобное. То есть, на самом деле, процесс вот фитофагии и комменциализма первого порядка – это вопрос очень сложный, всесторонний, многосторонний, скажем так, и не так легко решаемый. Вот надо об этом тоже не забывать, когда мы вот с этой темой все обсуждаем. Спасибо. Как же все это неопределенно-то? Как же зубы, лапки? Разве у них есть какие-то еще другие, так сказать, варианты, кроме как есть нежный водороск? Теоретически можно, на самом деле, и не попусывать и беспозвоночных. То есть, как не примитивно устроенными зубами, лапками, вот сейчас покажу. Вот, собственно говоря, допустим, наиболее, скажем так, просто устроенные зубы, лапки всего с двумя кончиками, то есть, явно, скажем так, базовый вариант, из которого уже все эти остальные варианты развились, они как раз походят на зубы, допустим, цихлид. Вот этот цихлид прекрасно, аплохромис, питается как растительной пищей, так и животным. То есть, для прокалывания, допустим, оболочек каких-то беспозвоночных, не имеющих твердых покров, они, в принципе, тоже подходят. То есть, скажем так, все фитофаги, как правило, происходят у всеядных животных. А тут вот как раз такой вариант. То есть, для определенной степени можно действительно им придумать какие-то другие варианты использования, но когда используется уже большой комплекс признаков, когда, допустим, анализируются площадки именно износа, которые говорят о том, как использовался конкретно этот зуб, можно уже говорить более конкретно там относительные размеры, допустим, механических тканей, то есть, эмалии или иномилоида, конформация зуборазвития, допустим, контрфорсов и так далее, они как бы говорят уже более точно. То есть, при большом количестве признаков, которые проанализированы, можно будет с большей точностью сказать растительное ядное животное, не растительное ядное. Убежали далеко, но я прочитаю все-таки, что нам здесь в чате написали. Юлия Сучкова написала, что хвою в рассказах Джека Лондона употребляли от цинги, и Светлана Лалетина про мамонтов, жующих жесткую хвою. Интересно, что у мамонтов было 6 смен сживательных зубов, отличие от современных млекопитающих. Ну, продолжаем разговор. У слонов вроде бы тоже 5, но с другой стороны, они и так питаются жесткой саванной растительностью, которую тоже как бы тяжело переживать, особенно если ты живешь 90 лет. Вот еще есть какие-то вопросы, комментарии? На эту скользкую тему. На скользкую тему еще один комментарий. Все-таки поликоспидность, которая больше всего бросается в глаза в летписи, явно не является единственным признаком фитофагии. И те исследования по фитофагии, по леозуи, по крайней мере, которые вы ведете, имеет смысл расширять и смотреть другие варианты строения зубных систем, которые пригодны для обработки растительной пищи. Да, все верно, действительно. То есть не обязательно поликоспидность, как мы тут уже говорили, допустим, для соскребания какого-нибудь перифитона, в том числе и растительного субстрата, можно использовать челюсти каких-нибудь энтиархов, с их, грубо говоря, скобляющими кромками. Ну, если их не режущие, можно назвать, то скобляющие. Также можно, конечно, для растительной ядности использовать и давящие зубы, которые, грубо говоря, сразу начинают перетирать растительную пищу, как это происходит, допустим, у гипни. То есть среди гипни современных, как минимум, нету достоверно, вот именно фитофагов есть всеядные представители. Видимо, среди ископаемых гипни тоже были в том числе всеядные представители, но их я решил все-таки не включать в доклад, потому что я не нашел нигде прямых указаний на то, что это были действительно фитофаги, а не, допустим, с ядными грибами. А вот зайдите ко мне, я вам покажу шикарную зубную пластинку на эту тему. Хорошо, хорошо. Вот, и еще, значит, вот есть некие вариации, когда либо зубной ряд, либо роговой чехол образует сплошное, по-видимому, достаточно ровное режущего типа покрытие на челюстях, а-ля черепаха. Вот этих зверей тоже нужно обязательно записывать в разряд подозреваемых. А вот насчет жевательных поверхностей, вот это интересно. Да, еще, кстати, вот это вот артрадира голонема, который, как у гадрозора, вот такая батарея, ну, там симуляция такой батареи с самозаточкой, вот ее бы тоже надо было бы посмотреть. Мы уже год примерно говорим на эту тему, но мы только пока никак. Там явная самозаточка есть. Только явно растения были разные. У гадрозавров на суше одни, у них в воде другие. Не то, чтобы на суше, но ведь гадрозавров я не знаю, но вот вроде пока никто не отменял то, что гадрозавров жили в озере. Валерий Голубев у нас то Валерий Голубев, то Олег Лебедев. Это так занятно. Мы сидим за одним монитором. Ну, да, да, подпись-то такая одна. К сожалению, у нас нету камеры, поэтому вы нас видеть не можете. Олег Лебедев. Довольно здорово спевшиеся. Вообще, я смотрю, господа позвоночники, нахально оттеснили на палеоботаническом семинаре дедык-палеоботаническом. А докладчик потому, что такие дают основные. Хотя, конечно, очень хотелось бы гораздо больше слышать палеоботаническом. Для чего, собственно говоря... У меня еще дилетантский вопрос к докладчику. Вот там была идея, как ферменты, которые все-таки растворяют целлюлозу, попали в желудочные, кишечные тракты позвоночных, что позвоночные ели без позвоночных, а у тех уже целлюлоза была. Но если они ели без позвоночных, так они, значит, не были растительноядными. Как они переключились-то? И адаптация. Да, скажем так, как я уже отметил, как правило, практически все растительноядные животные происходят от животных всеядных. То есть, грубо говоря, постепенно... Как это реконструируется теоретически? Постепенно, так сказать, животное питается позвоночными, каким-то без позвоночными на растительном субстрате. Оно захватывает в том числе и растительный субстрат. И так получается то, что при том, что этот растительный субстрат начинает достаточно эффективно расщепляться, для животного он начинает играть все большую и большую роль. И поэтому животное постепенно от, допустим, насекомоядного становится все более и более всеядным, периодически употребляя растительную пищу, так сказать. А потом плавно перетекает, так сказать, через множество поколений, разумеется, все больше и больше адаптируясь к тому, чтобы питаться именно растительной формой. Ну и поэтому, допустим, какие-нибудь современные игуаны, скорее всего, имели сначала насекомоядных, потом всеядных, а потом уже даже исключительно растительноядных потомков. Ну, как, допустим, какая-нибудь морская игуана, которая питается практически исключительно водорослями. Кстати говоря, имели вот такие же лепестковидные зубы, как у их пареозавров. Понятно, спасибо. Так, Александр Константинович пишет. Вообще-то и позвоночные фитопаги настолько крупные, что почти всегда с травой потребляют и мелкую живность. Так что они в определенном смысле остались всеядными. Да, совершенно верно. Это, скажем так, еще и их наследие. Просто, как я сказал вначале, фитопагия, пожалуй, определяется по тому, что для животного растительная пища становится наиболее значимой, но это не означает, потому что животные не обязаны питаться какой-то другой пищей. Он не себе. Спасибо. Возвращаясь к проблеме происхождения фитопагии у позвоночных, Саша озвучил в основном только один пример. Как раз это я хотел обратить внимание, тот самый замечательный пример, который меня всегда умилял в науке, когда объясняем и ничего не объясняем. Мне особенно нравится позиция вопросов по происхождению жизни на Земле. Когда решается очень просто, она сюда была принесена из космоса, и как бы вопрос решился, а на вопрос, а как она там зародилась, уже никто отвечать не собирается. А проблема-то как была, так и осталась, как появилась жизнь, так и здесь. Ну, вы съели насекомое, которое уже имеет этих самых симбионтов. А как к насекомым-то они попали, к симбионтам-то? В этом смысле, если вы объясняете, как попали насекомым, таким же образом можно объяснить, как они попали и к татароподам, вину и насекомых, например. Тоже возможен механизм. Например, я вот думаю, вполне возможен механизм, когда вы питаетесь не насекомыми, а, например, с гнившими частями растений. Там как раз наверняка есть какие-нибудь микрофолы, которые грибы, которые их разрушают. Вы это все приедаете с удовольствием. И заодно засоряете свою пищеварительную систему этими бактериями, которых также перевариваете. А бактериям жить хочется, и они у вас в желудке выживают некоторые. Потом еще и переживаются, и чувствуют, как там все замечательно, тепло и замечательно. Пища поступает, тебя никто не ест, потому что ты спрятался внутри. И никакие насекомые, в общем-то, не нужны. И главное, что насекомые наверняка таким образом приобретали себе этих самых симбионтов. Нет, это не говорит о том, что через насекомых невозможно. То есть, как бы, варианты могут быть разные. Конечно, могут быть разные, но, к сожалению, уже вне, так сказать, рамотной и критики. Приех насекомых, а потом... Суждать по поводу того, откуда из позвоночных как раз такие симбионты, тем более, что доклад немножко не про это. По поводу наследуемости, значит, ну, по крайней мере, давайте вот о приматах поговорим. Вот, Александр Сергеевич, для вас, наверное, эта тема очень близка. Вот прикорм растительной пищи у приматов с какого месяца жизни начинается? Третий, пятый, по-моему, что ли. Так вот, только что значит, что ли? Вы это только что проходили. Да, проходил. Мы с третьего месяца. С третьего месяца. Значит, в течение первых трех месяцев жизни детеныш примата не имеет никаких ферментов, которые позволяли бы ему разлагать растительную пищу. Значит, о наследовании тут из организма матери говорить не приходится. Значит, каждый раз все происходит, и каждой особе происходит заново. Мы дело в том, что не расщепляем целлюлозу человека, который не может. Мы не горилла. Я не говорю про расщепление целлюлозы, я говорю о потреблении растительной пищи. В принципе, никакая растительная пища, ни в каком виде потребления невозможно раньше, чем какой-то возраст. Ну, так же, как у всех копытных, да, никакой молодой теленок, он будет только молоко сосать, он не будет травку. Должно время пройти. Мне кажется, что зависит очень сильно от того, когда начинают выделять собственные ферменты организма, какие-нибудь амилазы, липазы, протеазы. Вот в этом я ничего не понимаю, не готов. Но мне кажется, что если бы было прямое наследование от организма матери, то это все было очень скоро, после рождения все должно было бы. Однако, что не это? Ну, не знаю, здесь надо думать крепко. Вот эта тема, мне кажется, очень непроста. И, конечно, здесь бы с физиологами надо было в первую очередь советоваться. Боюсь, что ни ботаники, ни тем более мазлеонтологи позвоночники здесь не помогут. А может быть, надо напрямую с членостановшниками говорить. Может быть. Ну, то есть, надо совсем не поговорить. Спасибо. Один вопрос и одно замечание в чате. Наталья Павловна Маслова спрашивает, обсуждалась ли роль микромицетов в процессе деструкции целлюлоза при переваривании. Встречены ли они, кто пролит их? Я таких свидетельств не находил. То есть, как правило, если там находятся какие-то микромицеты в пополитых, это интерпретируется как микромицеты, которые занимались, ну, в общем, еще эти редуценты, которые, собственно говоря, получали питательные вещества, собственно, из самих фекалий, а не являлись синдионтами. В то же время была у Михаила Фердосича и Вахнинка такая идея, что как раз микромицеты играли значительную роль, когда, допустим, те же топиноцефалы, о которых мы уже сегодня говорили, геноцефалы, соответственно, питались гниющей, возможно, древесиной, мордмассой, как это, собственно, называл сам Михаил Фердосич. То есть мордмасса, грубо говоря, масса растительных остатков, которые уже частично разложены микромицетами в том числе. Ну да, такая идея высказывалась, но насколько они были жизнеспособны, допустим, в желудочно-пышечном тракте, это как-то не рассматривалось. То есть, ну, сказать так прямых, свидетельствует с того, что могли быть симбионтами микромицетов у паязорских животных, я не находлюсь в литературе. Вот у Юлии Сучковой вы предвосхитили ее замечание, так что я его, наверное, не буду читать. И Александр Константинович спрашивает, а бывает ли вообще у животных прямое наследование от матери симбионтов кишечника? Копрофагия достаточно широко распространенная у растительноядных животных, как мы уже сегодня это упоминали. Ну, то есть это, конечно, ну, как сказать, наверное, прямое, так сказать, наследование, как же это еще назвать. Ну, тем более, что, допустим, у горилл, которые действительно умеют рассчитать перчатку, это и есть. У них Копрофагия широко подставлена. У приматов, которые значительно меньше питаются растительной пищей с высоким содержанием целлюлоза, у них как раз Копрофагия практически никогда не надвигается. Александр Константинович вам отвечает, что Копрофагия это не то, что он имел в виду. То есть, по его мнению, это все-таки нельзя назвать прямым наследием. Ну, тогда я не очень понимаю, что имеется в виду. То есть, через, допустим, пациенту выписать, чтобы там человеческие эмбрионы поступали с эмбионом из кишечника, ну, мне кажется, это практически невероятно. так что надевное нет. Коллеги, остались ли у нас еще вопросы, о которых мы хотим говорить? как бы воздух, может быть, кто-то знает ответ и подумает. А вот растительноядные рептилии, ну, понятно, у млекопитающих ясно, как происходит засевание кишечной флоры, а у растительноядных рептилий, как это происходит. Вот, если млекопитающий сначала питается молоком, понятно, некоторое время, а потом уже переходит к растительной пище, когда все там внутри себя уже засеют необходимые флоры, кишечные. А вот как рептилии это вопрос решаются? Саша, вот вы не в курсе, вот те же самые игуаны, черепахи, например, когда они рождаются, они прям сразу начинают есть растения, или они бегут сразу начинают есть капроли, фекалии чужие, а потом к растениям приступают. Как у них это все происходит? Не знаете? То, что капрофагия встречается, это да, но я не знаю, что они делают в первую очередь, скажем так. Я затруднилась ответить, не находил таких свидетельств, что они сначала питаются, а потом это. А может, они там насекомым сначала питаются, в том числе и растительноядные насекомые, таким образом? Некоторые, да. Никак бы неизвестно вам, то есть вы не знаете? Ну, то, что насекомые питаются, так сказать, именно в молодом возрасте, особенно это касается, допустим, игуан, которые в возрасте, так сказать, взрослым, переходят больше на растительную пищу, в детстве более питаются пищей, так сказать, животные, это, да, это, так сказать, известный фактор. Спасибо. Это прямо получается такое непрямое подтверждение этой теории, как попадают симбионты. Молодцы едят животную пищу, там у насекомых симбионты уже есть, и вот они переходят на растительную, симбионты эти растительные остатки ждут. Ну, да, то есть те специалисты, которые предположили гипотезу по поводу, так сказать, засевания ЖКТ позвоночных из ЖКТ без позвоночных, которыми питаются, они, так сказать, опять же опирались на определенные факты. специалисты серьезные, я думаю, что, да, они прекрасны, это тоже, собственно говоря, это тоже не учли. Я как-то в эту свою все раннепалеозойскую дуду дую. Значит, в Дивоне с насекомыми как-то у нас слабовато, в Силуре тем более. Значит, при этом, как недавно я с изумлением узнал от наших молюскологов, древнейшие потребители растительной пищи в животном мире это гастроподы, причем даже не на уровне гастроподы, а на уровне предки гастропод еще аж изодиакария, потому что у них уже установлено наличие радула, а радула это вот первые первые зубы, которые были приспособлены, заточены напрямую на скобление обрастаний растительных рататат. Значит, вот как вот с потреблением насекомых я не знаю, я понимаю, конечно, что корова, когда на лугу пасется, то она насекомых всяких на этой же траве заодно проглатывает, но не будем забывать, что она еще и моллюсков наземных проглатывает при этом. Да, все гельминтологи знают. Конечно, никто не говорит, что это связано именно с насекомыми. Разумеется, в водных и костелях это могли быть ракообразные, как и в водных, так и сухопутных это могли быть в том числе и моллюски. Тут вопрос открытый, от кого они могли понахвататься таких полезных вещей. Нет, это я просто к тому, что насекомые у нас появились, когда гастроподы со своими радулами, очевидно, совершенно, которые явно заточены на питание клетчаткой, у них-то точно должен быть фермент, расщепляющий клетчатку. Иначе зачем бы им было питаться клетчаткой? И это произошло существенно раньше. Вот это вот, по-моему, мы точно недооцениваем. И вот, конечно, было бы хорошо покопаться в эту сторону. Для того, чтобы понимать, просто общий процесс фитофагии в животном мире. Потому что позвоночное это всего-навсего один несчастный недотип. Не обижай нас. Класс. Я прочитаю несколько замечаний, которые пока что насыпались в чат. Александр Константинович пишет, а ведь и зерноядные птицы вроде бы любят кормить птенцов насекомыми. Елена Бурканова спрашивает, а каким образом появляются симбионты у насекомых, которыми питаются молодые игуаны? И Юлия Сучкова пишет, они могут быть растения загрязнены экстрементами взрослых фитофагов и симбионтами вместе с ними. Загрязненные конечно же могут быть. Я думаю, что это очень даже эффективный вариант, когда не обязательно специально есть собственно фекалии, где уже практически все переварено, когда можно просто съесть относительно загрязненные растения. То есть, допустим, если мы говорим про жвачных, то копрофагии именно у жвачных встречается относительно редко. Допустим, присутствующих здесь, я думаю, не видел, чтобы теленок пытался попитаться кровью лепешки занимались. А вот траву с того же самого луга он прекрасно начинает кушать и в том числе получает оттуда семенка вполне себе. Осеменяется уже лучше кишечника. Так что, да, очень даже правдоподобно. А почему откуда у насекомых появились, я вот как раз сказать не могу. Возможно, что именно таким образом, который озвучил Валерий Константинович. То есть, грубо говоря, у кого-то они появились впервые. И возможно, что благодаря тому, что насекомые или не насекомые, а вообще другие беспозвоночные, в том числе манюски, питались какой-то уже начинающий разлагаться растительством. И, соответственно, усваивали как-то к себе симбиотов. Ну, точнее, свободно живущие изначально простейшие бактерии становились впоследствии симбиотами. Но, кстати, это очень спекулятивная, конечно, вещь, поэтому я могу только в качестве гипотезы этого. Вот Александр Константинович нас тоже возвращает таким вопросом. А точно у водорослей можно взять много клетчатки? Там скорее все же полисахариды типа пектина. Я присоединяюсь, мы же начали с того, что целлюлаза нет, а, собственно, у водорослей что там у них? Целлюлаза-то нет? А пектина хорошая, что ли? Ну, на самом деле, да, у водорослей, конечно же, очень немного целлюлозы, если она там вообще представлена, бывает, некоторых вроде бы нету, но, с другой стороны, в том и дело, то, что те животные, которые питаются водорослями, как правило, не пережевывают тщательно свою пищу, то есть, если мы возьмем, допустим, вот таких вот замечательных, демонстрации экрана есть? Да, есть, есть. Если такие, допустим, животные, как рыбы-хирурги, прекрасно питаются водорослями, собственно говоря, они никак их не перемалывают и механически не обрабатывают, при этом желудочно-кишечный тракт у них, конечно же, все равно длиннее, чем у их, так сказать, чем у других рыб, особенно хищных, всеядных, но, тем не менее, они никак механически свои пищу не обрабатывают, они ее только, грубо говоря, состригают, и целые нить им попадают прямо в кишечник. Так что, да, у них, скажем так, все проще, у водных животных, которые питаются водорослями, тем более, что поэтому же для таких животных, как козиды, у которых не было специальных приспособлений для именно механической обработки, для перетирания растительности, реконструируется питание тоже водорослями, то есть, это вот в воде явно не членистостебильные, которые были бы очень жесткими для них, а скорее всего а-ля какие-то харовые, то есть, талонные водоросли, относительно крупные, но при этом практически без целлюлозы, это, так сказать, вполне логичный вариант. То есть, скажем так, для растительноядных животных гораздо проще начинать с водорослей, нежели с какой-то значительно более жесткой растительности. Ну, вот мы возвращаемся к вопросу, а когда консумент первого порядка становится фитофагом, растительноядным животным? Что мы именно будем называть растительноядными, а что не будем? Потому что понятное дело, что консументы первого порядка, они появились раньше, чем консументы второго порядка. И в этом плане, если мы будем считать любого консумента первого порядка фитофагом, фитофагия появилась одновременно вместе с появлением, грубо говоря, как это называется, поедания других организмов, скажем так, да, вот, фагоцитоза. Вот уже появились фагоциты, вот они уже консументы первого порядка. Поэтому в этом плане как бы нам не интересно обсуждать, а это существовало на Земле всегда. Как только появились эукариоты, все, консументы первого порядка появились. Поэтому нас-то интересует именно вот, видимо, надо как-то решить, какую пищу должен поедать консумент первого порядка, чтобы вот мы называли его растительноядным, и тогда вот поднимать вопрос происхождения фитофагии, соответственно, первого фитофага в том числе. А то я боюсь, что вот в Венде как раз все-таки это был не фитофаг, предки-гастропод, про которых тут Олег Александрович говорил. Анатолич, извините, Анатолий Александрович. Тут еще такая хитрая штуковина, что вот поедание вот этой мордмассы знаменитой, там же никаких вот этих, видимо, полисахаридов уже нет, а клетчатка остается, да, ледними. Вот насколько эффективно для позвоночных, тем более высокоорганизованных позвоночных, это поедание, там же калорийность получается. Ну, целлюлозы это тоже полисахарид? А? Ну, целлюлозы это тоже полисахарид? Да, да. И расщепить так вполне себе. Дровишки вон хорошо горят, хотя там практически сплошная целлюлоза. Да, ну, дровишки конечно горят. энергоемкость у них не такая уж и маленькая на самом деле. Но зато там в этой мотмассе у нас есть замечательные грибы и даже в морских сообществах. Вот поэтому в этом смысле это интересно. Да, на самом деле действительно нету каких-то четких рамок, после которых можно обрубить вот это фитофак, этот нефитофак. На рыбах современных, которые собственно говоря, для меня тоже очень интересны, это четко видно, потому что есть, конечно, крайние варианты, тут, к сожалению, я презентацию не добавил, что очень печально сейчас конкретно, потому что вот есть собственно говоря контурус, кирург, который питает собственно говоря водоросли, неизвестно, что он питается именно водорослями, потому что он старается не захватывать субстрат, он пытается именно состричь, скажем так, именно сами ники водорослей, в то время, как есть его довольно близкий родственник, энохетус, он пытается выстребать именно сам субстрат, то есть, грубо говоря, у него очень интересные зубы, которыми он, грубо говоря, вычесывает из вот этих волос именно сами, сандатрит и осадок, при этом стараясь избегать захвата и проглатывания зеленых водорослей, то есть, грубо говоря, явно существовал какой-то переходный вариант, когда животное сначала питалось водорослями, потом стало тихонько переходить на то, что в самих водорослях находится, и в итоге дошло до того, что стало именно, грубо говоря, вычесывать водоросли для того, чтобы получить именно сам датрит, в котором много бактерий, в котором другие одноклеточные водоросли, которые оказываются иногда более питательными значительно, поэтому, да, действительно, тут сложный вопрос, где же провести конечную черту, собственно говоря, единого определения фитофогии нет. Она везде достаточно размытая, относительно малоопределенная. Мы просто знаем, что есть некоторые полярные точки, в том числе вот у этих хирургов, а между ними есть, так сказать, массовые вариации. Слабо разработанность понятильного аппарата говорит о том, что эта тема в науке как раз плохо проработана. Поэтому, если у нас нет сейчас жесткого определения фитофогии, значит, по сути дела, до нас почти никто этим и не занимался толком. Волей-неволей мы должны будем к этому прийти. Вот Саша лучше меня знает, как появилась необходимость, дали жесткое определение и выяснили, что много того, что мы называем инстинктом бытовой, среди этого никакой не инстинкт. Так и здесь такая ситуация. Если нет жесткого определения, значит, надо дать его, либо этим не заниматься. Потому что это не только к фитофогии относится, точно так же не определено понятие хищное. Дело в том, что экология, она вообще наука, которая занимается теми вещами, которые достаточно конкретной. Поэтому на самом деле экология сейчас очень ворно развивается, потому что они стараются математизировать экологию, чтобы говорить о чем-то достаточно более-менее конкретном, потому что такие качественные категории, как фитофагия, как хищничество, они не очень хорошо подходят, они пытаются перевести это в цифры. Чтобы не качественная категория, а количественная. Значит, вся беда в том, что экология современная не имеет почти никакого отношения к палеоэкологии. Ни один эколог, современщик палеоэкологией не то, что не занимался, а он даже, скорее всего, не слышал о таком, что такая наука существует. Вчера был я бывшим иммэшем, который не могу запомнить, как он теперь называется. Прохожу по второму этажу, по коридору, и написано «Лаборатория исторической экологии». Я в ладоши захлопал, думаю, сейчас я с вами посотрудничаю, но захожу к своему другу цесарскому, который сидит в соседнем кабинете. Говорю, «Леша, а вот эти исторические экологи, они чем занимаются?» «Ну, вот ты знаешь, у них так интересно, у них там датировки, у них то, у них радиоактивные метки, у них изотопы, они занимаются плестоциновыми фаунами». Я говорю, «А, вот подревней что-нибудь». Он почесал в затылке и говорит, «По-моему, это абсолютно бесполезно». Они не смогут даже понять, о чем ты говоришь. К сожалению, мы настолько разорваны, мы палеоэкологи, если есть такое, мы палеоэкологи, настолько оторваны от экологии, от собственной экологии, что понимание, скорее всего, просто невозможно. Для того, чтобы достичь какого-то понимания, нам нужно свою молодую палеоэкологию дотянуть хотя бы до какого-то уровня, который бы стал импонентен. А мы пока в самом колыбельном состоянии. надо сказать, что как раз по поводу рыб фитофагов все-таки есть работы, когда именно работают конкретно современные лиценщики, неонтологи, экологи. Вот, например, кобикартины разных работ. Но, Саша, ты же понимаешь, что это поздняк, который к нам не имеет отношения. Если мы говорим про оцен, это, конечно, не совсем подняк, но, с другой стороны, к нам не имеет отношения. Я с этим, конечно, согласен. Но хотя бы и оценки, это уже не четвертичка. Ну, не четвертичка. Нет, но я думаю, что эти исторические экологи оценки поймут. Но вот ниже юры... Если использовать те же самые подходы, то есть строить морфоспейс, так называемое пространство признаков для вымерших животных, то, в принципе, можно пытаться хотя бы более-менее, конечно, чем древнее, тем будет все это более гипотетично, но все-таки можно пытаться строить наши фалеоэкологические инсинуации вот по тем же трафаретам, которые используются хотя бы внутри кайнозоя. Не все так безнадежно, да? Давайте я зачитаю, что у нас насыпалось из чата. Так, Елена Ямбатурова вам подсказывает, что этот институт называется ИПРАН. Так, и Елена Бурканова задает вопрос. А не могли бы козеиды, так же, как птицы камешки закладывать. Не нужны ему специальные зубы. Теоретически вполне могли. Другое дело, что вообще так вот, если бы у нас были доказательства этого, например, в капролитах находили бы вот того именно времени, находили бы камни. То есть было бы видно, что животное действительно эти камни закладывало и периодически их из себя отторгало. но таких свидетельств мы не находим. Да, это не исключено вовсе. Более того, мне кажется, что это весьма вероятно, но у нас нет прямых доказательств того, что они действительно так делали. Отличие, допустим, тех же динозавров. Возможно, надо на это именно калолиты, то есть содержание желудочно-кишечного тракта. Это надо искать какие-то лагерштеты, где бы сохранялись хорошо, отлично сохранившиеся скелеты этих самых козит, у которых можно было бы посмотреть содержание желудка. Я, к сожалению, таких до сих пор не знаю. Коллеги, а скажите-ка, есть ли у кого-нибудь по докладу еще вопросы? А то мы уже убежали далеко. Ну да. А если по докладу нет, то может быть уже докладчик, мне кажется, скоро у нас охрипнет отвечать на все, что мы у него хотим спросить. Да, вот и сказать дискуссию с коллегами и позвоночниками я могу продолжить позже. Делался за Гуш, поэтому уж извини. Опять же, ты с нами тет-а-тет строишь симпозиум, а все остальные не будут о нем знать. Им тоже интересно услышать, может быть. Не будет слушаться? Да. А мы не будем слушать нас. И не будет слушать нас. Точно интересно. нас. Ну что, продолжаем или завершаем? Не, тоже можно закругляться и как-то все вам решать. Александр, огромное спасибо, мы просветились, открыли для себя новый неизведанный мир и новые сложности. А Клену вижу, очень приятно, давно не виделись. Коллеги, рада была всех видеть, приходите к нам в следующий раз. Спасибо. Спасибо докладчику и организаторам. Спасибо, всего доброго.